здравствуйте с вами астролог ирмульна татьяна и в этом выпуске своего видеоблога я хочу вам рассказать о моем видении того как мы ищем и как мы выбираем но по большому счету как мы должны выбирать себе мужчину исходя из знака зодиака я сразу хочу сделать некую оговорку что я имею ввиду под знаком зодиака у нас есть два ориентира в этом смысле это знак солнца нашего и знак асцендента зачастую меня даже спрашивают как читать прогноз по какому из этих знаков прекрасно если вы знаете и тот и другой вариант то есть ну наверняка вам известен знак своего солнца и как вариант вы можете знать знак своего асцендента его легко установить если вы знаете хотя бы приблизительно свое время рождения там плюс минус там хотя бы там 15-20 минут вполне возможно что вы будете знать свой знак асцендента если он только вы родились не на переходе этого знака но если у вас конечно время рождения достаточно не точная то скорее всего ориентиром будет для вас ваш солнечный знак почему знак асцендента тоже очень важная вещь и вы можете вполне скомпилировать и обзор как вашего знака асцендента так и вашего солнечного знака потому что знака вас нашего асцендента говорит о нас самих точка вообще сендент это наша личная точка напротив нее точка нашего партнера делового или личного ну в основном говорится что эта точка брачного партнера называется десцендентом и поэтому когда я говорила говорю о каком-то определенном знаке зодиака я имею ввиду также и если говорить про асцендент как раз имею ввиду внимание обращаю на точку вашего десцендента если у вас нет возможности понять свой десцендент то тогда смотрите этот прогноз с точки зрения солнечного знака если есть возможность узнать свой знак асцендента смотрите этот прогноз с точки зрения вашего еще и асцендентального знака ну и по большому счету сделайте какую-то определенную комбинацию и от этих обзоров женщины весы ваша главная черта в том что вы совсем не конфликтны но еще важнее что вы еще и не решительны при этом вам очень сложно сделать выбор вы всегда колеблитесь когда надо накричать вот там на бой топнуть словом назвать грозным каким-нибудь вы пребываете в определенной нерешительности стоит или нет так что вам нужен такой баланс тем более что баланс и гармония это весьма ценные для вас понятия в жизни вам нужен конечно мужчина дерзкий порывистый и очень импульсивный вопреки вот вашей такой скажем так определенной нерешительности все время вы находитесь в анализе все время у вас несколько путей развития ситуации и вы пытаетесь как-то найти тот самый гармоничный и наиболее правильный который будет экологичным не только для вас но и для всех остальных то с этой точки зрения конечно прекрасно если у вас будет мужчина немножечко не тактичный который не сильно обращает внимание на комфорт других людей зато человек волевой который быстро принимает решения и очень быстро ориентируется скажем так на местности или в ситуации именно он сможет приобрет преодолеть вас вашу же нерешительность и сделать выбор не моргнув глазом быстро отводить от вас всех обидчиков и паразитов потому что конечно же на в жизни у женщины весов всегда есть люди которые на ней паразитируют в связи с тем что вам действительно очень хочется всем нравится это ваша отличительная черта помочь очень хочется чтобы был мир во всем мире поэтому вы идете на определенные компромиссы ради того чтобы ну был какой-то некий баланс и не было открытой войны и конфронтации вражды в связи с этим всем люди иногда бывают крайне неблагодарны к вам и зная ваши слабости они ведут себя по отношению к вам некрасиво по большому счету потребительские и вам нужен мужчина который бы вас в этом смысле защищал ну потому что в его картине мира просто не укладывается такое сосуществование с другими людьми но имеется ввиду чтобы кто-то паразитировал на ком-то вот ваш мужчина должен быть из разряда тех кто о мнении окружающих думает крайне мало и тем более о них заботится но с другой стороны этот мужчина должен иметь понимание того что его близкий круг людей конечно нуждается в том чтобы было и внимание с его стороны и забота и определенный такт по отношению к вам он должен быть и тактичным и достаточно культурным в общем вести себя откровенно цивилизованно скажем так очень воспитана и вас все эти качества ими не упрекать вот вот вашей нерешительности в вашем желании быть со всеми и жить со всеми мире и всем нравится а наоборот это вас очень сильно ценить потому что это действительно вас очень сильно женское вот такое венерианское качество есть но и с другой стороны мужчина точно обязан у вас точно обязан быть с вами уважительным именно на людях то есть вот с точки зрения стороннего наблюдателя вы должны производить впечатление гармоничной идеальной пары да мои замечательные весы все-таки внешняя сторона отношений куда важнее для вас какого-то внутреннего контекста потому слишком закрытые интровертированные партнеры они будут для вас вечным раздражителем и головной болью и если человек не пытается поддерживать с вами дружеские отношения и особенно с вами групп на людях то вы очень быстро от такого человека начнете дистанцироваться и ваши отношения станут просто формальными в общем-то ищите себе человека светского который по большому счету несмотря на то что не очень заботится о мнении окружающих он любит быть в социуме он не любит сидеть за четырьмя стенами в на вашей жизни должно быть много дружеского общения и ваши двери всегда открыты для друзей для коллег вы любите общество вы любите публику вы совершенно не терпите одиночество вы из тех женщин которые плохо себе представляют как вы будете жить если вдруг в вашей жизни не будет вот другого человека не будет партнера если нет партнера у вас то вы точно закрываете эту пустоту постоянным общением с другими людьми и приближая к себе и ради этого может быть дам чем-то жертвы но как только партнер появляется конечно большинство общения уходит на второй план но это не значит что вы полностью себя закрываете четырех стенах ни в коем случае как раз вот ваш сценарий развития отношений в семье он должен включать себя вашу активную позицию социальную и его тоже и чем там больше у вас будет друзей возможности выхода в свет вместе с ними там ради них по каким-то их торжественным случаем и по вашей инициативе тем для вас же это лучше очень может быть что вас будет все время тянуть куда-то поездить потому что вы все-таки женщина воздушного стихии людей воздуха очень важна такая легкость и мобильность в передвижении и новые информации новые впечатления они в основном появляются тогда когда мы что-то меняем в своей жизни да куда-то например отправляемся какие-то путешествия за ними и прекрасно если мужчина будет очень мобильным мужчина будет таким очень легким на подъем и тем кто кстати будет в этом смысле лидером даже потому что вы в большинстве случаев хоть и хотите этого но переживаете о том что у вас работа например там у него дела вы кому-то что-то пообещали у вас еще много планов и так далее и как это все скомпилировать так чтобы и вам было еще экологично и адекватно уехать вы не понимаете ну вот мужчина прям он как этот весь ваш комок сомнений как гордеев узел будет разрубать одним своим решением с точки зрения классики астрологической вам стоит искать себе избранника в огненной стихии безусловно ну и самым тут непростым вариантом для вас окажется овен потому что лев и стрелец это те два типажа зодиакальных которые вам вполне подойдут а вот овен конечно исходя из того что это ребенок зодиака это пионер такой он будет для вас моментом открытий совершенно другой реальности в которой вообще другие люди не существуют существует только он но с другой стороны это прекрасный эволюционный повод для того чтобы не просто увидеть другую сторону жизни но и по большому счету как это верно сказать что-то взять себе на вооружение потому что в любом знаке закрыт противоположный знак то есть вы такие неразвитые овны 1 если вы неразвитый опыт значит все это внутри вас есть но кто-то должен это как это правильно отзеркалить для того чтобы вы это в себе увидели вот таким будет ваш мужчина марсианец если вы конечно выберете себе овна с точки зрения моей практики мне кажется вы неплохо могли бы еще ужиться из земной стихии я мне кажется что вы вас очень много общего с тельцами потому что вы точно под управлением одной и той же планеты значит ценности такие глубинные и самые важные самые базовые они у вас одни и с этой точки зрения вот такой мужчина он стабилен конечно у него нет динамики огненной стихии и в этом будет некоторый момент того что вам может быть придется где-то инициативу брать но в целом это как раз момент когда вы сможете очень себя спокойно чувствовать и чувствовать как вы оценены и как вам хорошо вместе и как вы прекрасно смотритесь на публике потому что он вам точно будет подыгрывать в этом какой бы вы не сделали выбор я желаю чтобы он вас только привел к одному выводу что вы у себя самый лучший ресурс и что ваша вот эта нерешительность желание жить со всеми в мире и вот эти все весовские истории про гармонию баланс которых ну которая для вас цена важна и вы ее все время ищите это ваша сила в этом ваша сила и в этом ваша основной жизненный ресурс и жизненный источник любите его себя такой какой вы есть цените и именно на эту ценность и придет ваш мужчина до свидания удачи вам дорогие весы а а